Евгений Добряк, народный депутат Украины 6-го созыва, эксперт-международник в эфире у нас. Евгений, здравствуйте. Да, приветствую вас. Эта встреча последняя для Байдена как президента с Си Цзиньпином. Зачем она была сделана? То есть мы понимаем, что сейчас меняется администрация, и этот символ о чем может нам говорить? Во-первых, эта встреча произошла в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества форума, который проходил в Лиме. И, естественно, прощальное турне Байдена, Джозефа Байдена и на АТЭК, и на 20-ку дает ему возможность сделать прощальные двухсторонние встречи с ключевыми игроками геополитическими, для которых имеет огромное значение дальнейшая стратегия Соединенных Штатов по отношению к определенным странам. Естественно, встреча с Си Цзиньпином и Байденом была запрограммирована, она была нужна, потому что в Соединенных Штатах поменялся президент, будет новый президент, будет Дональд Трамп, республиканец, у которого немножко совершенно другие взгляды на Индокихоокеанский регион и на Китай в целом. И его назначение, будущее анонсированное назначение, например, тот же Марк Рубио, госсекретарь или советник по национальной безопасности Майк Уоллс, это ястребы, антикитайские ястребы. А у Марка Рубио и, в принципе, санкции Китаем наложены на него по определенным моментам. Поэтому здесь очень важно было провести диалог между Си Цзиньпином и Байденом для того, чтобы посмотреть и проанализировать четырехгодичные взаимоотношения, которые имели и статус подъема, и статус достаточно большого напряжения. Вспомнить шпионский и ШАР, и визит Нэнси Пелоси на Тайвань, и активизация ситуации в Южно-Китайском море, и постоянные учения в Тайваньском проливе, и взлом телекоммуникационных систем правительственной связи в США, где было сказано, что это были китайские хакеры. То есть это очень большой объем достаточно событий, которые были в двухсторонних отношениях. Естественно, сейчас идет переходной период, при котором Китай пока не может четко прогнозировать, какая будет политика следующего президента. Естественно, были поданы определенные сигналы Байдену, который передаст следующей администрации, так как они передают сейчас все свои дела и полномочия следующей администрации, передает те сигналы, по которым Китай дальше готов сотрудничать на нормальных, выгодных взаимоотношениях с Америкой, развивать эти же взаимоотношения. Ну и, соответственно, естественно, они, как обычно, прочертили свои красные линии Китая, которые, они считают, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в этот момент. Это, соответственно, вопрос Тайваня, это вопрос Южно-Китайского, Восточно-Китайского моря, это вопросы, связанные с внутренней политикой, то есть не вмешательство во внутреннюю политику Китая, соответственно, Китай не вмешивается во внутреннюю политику Соединенных Штатов, то есть здоровая конкуренция, логистические пути и так далее. Но это очень сложные вопросы. И, соответственно, естественно, та политика, которую проводил Байден, она была более мягкая в отношении Китая, хотя и были вопросы напряжения в плане, например, введения стопроцентных пошлин на электромобили из Китая. Это администрация Байдена сделала. И, естественно, следующий, следующий президент, у него будет позиция достаточно жесткая. У него есть большие козыря против Китая. Если Китай то, что декларирует, не будет соблюдать, потому что Китай еще много чего декларирует позитивного, устойчивое развитие, мир во всем мире. То есть здоровая конкуренция, но, опять-таки, проводятся такие мероприятия со стороны китайского руководства, которые не дают нормально сосуществовать в конкурентной среде, в экономических взаимосвязях, например, между Соединенными Штатами Китая и Европейским Союзом. Потому что половина продукции, которая экспортируется в ЕС и в Соединенные Штаты, самые крупные рынки китайские, они датированы правительством Китая. Соответственно, делаются неконкурентно способными европейские и американские продукты, касаемые и зеленой энергетики, и аккумуляторов, и электромобилей, и очень большой номенклатуры товаров, которые идут из Китая. Поэтому этот вопрос торговых войн будет иметь огромное значение, потому что Трамп анонсировал еще во время предвыборной кампании, что он увеличит на все товары из Китая поршины на 60%. Естественно, это будет болезненный достаточно момент для Китая, но тут вопрос стоит в том, как будет себя позиционировать Китай по отношению к оси зла, которую он сформировал за эти три года. Это вопросы Ирана, это вопросы Российской Федерации, это вопросы Северной Кореи. Соответственно, то, что подымал Джозеф Байден в результате переговоров, что касалось поддержки Российской Федерации, поддержки ее экономики, а в первую очередь это фактическое удержание на плаву российского оборонно-промышленного комплекса, если бы не было Китая, он бы давно уже рухнул, и вообще экономика бы Российской Федерации рухнула, если бы не было Китая. Это вопрос немаловажный. Дальше влияние Китая на Северную Корею, потому что без какого-либо одобрения или, во всяком случае, молчаливого согласия Пекина, КНДР никаких бы таких активных шагов в отношениях с Российской Федерацией бы не делала. И что касается боеприпасов, и что касается другой военной техники, ну и самое главное, военных контингентов, которые на сегодняшний день направляются в Российскую Федерацию на войну России против Украины. И это очень болезненный вопрос, который эскалирует эту войну, который фактически втянул третью сторону уже своими вооруженными силами в этот конфликт и может привести к очень достаточно неблагоприятным эскалационным моментам. Этот вопрос поднимался, и, естественно, администрация Байдена и будущая администрация Трампа также смотрят на эти все моменты, потому что для Трампа очень важен позиция Китая по отношению к Ирану, а Иран – это главный дестабилизирующий фактор региона Ближнего Востока, а для Трампа приоритет Ближнего Востока номер один – это Израиль, Саудовская Аравия и другие государства региона. Соответственно, эта позиция Китая по поддержке Российской Федерации, а это самый трудный момент, который для Китая, для Соединенных Штатов и для администрации Трампа будет в будущем, потому что Трамп должен будет реально предложить очень серьезную программу справедливого мира. То есть сейчас, на сегодняшний день, пока этого плана нет, он разрабатывается, и в том числе позиция Китая и ее дальнейшее видение стратегического сотрудничества с Россией играет огромную роль, как будет действовать тот же Дональд Трамп и республиканская администрация, потому что если пойдет по жесткому пути, а я сейчас смотрю, что, скорее всего, Россия будет эскалировать вопрос по Украине, она не пойдет на какие-либо переговорные процессы и уступки вообще никакие, мы это видим прекрасно, и Шольца послали, и других, соответственно, тех, кто предлагал какие-то мирные планы. То есть это говорит о том, что Трамп, учитывая отношения с Китаем и отношения Китая к Российской Федерации, будет действовать очень жестко. По отношению к России, скорее всего, это будут вопросы снижения цен на нефть, что будет обваливать экономику Российской Федерации. По отношению к Китаю, это если не будут определенные договоренности и по торгово-экономическим, и политическим вопросам, это перенос производств стратегического характера, которые размещены на территории Китая в другие государства региона. То ли Индию, то ли Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Малайзию. Они только ожидают вот этого вот переноса. Поэтому здесь очень сложная конфигурация. Встреча эта была нужна. Она имеет стратегическое значение не только для Соединенных Штатов, Китая и Европейского, например, Союза, как это основные такие торгово-экономические партнеры и большие конкурентные моменты между ними происходят. Но, естественно, эта встреча важна для всего мира и для будущего мира, и для будущей стратегии, видения мирового порядка и всех остальных событий, которые будут происходить в ближайшие четыре года. Евгений, вы уже упомянули торговые войны. И, действительно, мы знаем, как себя вел Трамп в первую свою президентскую каденцию. Конкретно он еще в ходе предвыборной кампании 16-го года едва ли не на каждой встрече говорил с избирателями Китая, китайская угроза. Это одна из топ-тем была его тогда предвыборной кампании. Плюс он тогда впервые за много десятилетий позвонил президенту Тайваня. И, как уже правильно вы говорите, и тогда он объявил торговую войну. Ну и сейчас будет повышать тарифы, что называется, торговыми методами ограничивать влияние Китая. Значит ли это, что может дойти до конфликта? И до конфликта серьезного, до конфликта, ну не буду говорить военного, но больше, чем риторического конфликта? Я думаю, до военного конфликта не дойдет. Почему? Потому что и Соединенные Штаты, и Китай прекрасно понимают, если они соприкоснутся в военном плане, в регионе, да, это мы понимаем, Южно-Китайское море, Тайванский пролив, то мало не покажется ни американцам, ни китайцам. И в тех сценариях, которые были разработаны корпорацией Рент Корпорейшн, там было 24 сценария различных событий, которые могут в военном аспекте происходить в Тайваньском проливе, в этом регионе, в результате противостояния Китая с Соединенных Штатами. Естественно, Соединенные Штаты выигрывают, однако они тоже очень серьезно теряют. В военно-техническом плане теряют два авианосца, теряют достаточное количество живой силы и так далее, но Китай проигрывает очень четко и очень конкретно. Естественно, военное противостояние к ничему хорошему не приведет, это приведет к очень серьезному падению и экономическому, и политическому в Китае, и к возможным внутриполитическим, внутриэкономическим, очень серьезным последствиям в Китае. Активизация или снижение уровня отношений, или обострение отношений у будущей администрации, если они не найдут общий язык, а Трамп будет действовать как бизнесмен, у него будет бизнес-поход, который будет предполагать определенные соглашения. Администрация Байдена подтверждала приверженность единого Китая, одного Китая, и ссылаясь на три коммуника, на закон от 79-го года об отношениях с Тайванем, что это статус-кво, который не надо менять ни Соединенным Штатам, ни Китаем. То есть должен статус-кво оставаться в том аспекте, в котором он есть. Соединенные Штаты не поддерживают идею прогрессивно-демократической партии, зеленой коалиции Тайваня о объявлении независимости, потому что вот это и есть главная красная линия, которую, если руководство Тайваня перейдет, то, соответственно, Китай может применить военную силу, и, скорее всего, так и будет. Поэтому и администрация демократов, и администрация республиканцев, они будут поддерживать эту концепцию, которая поддерживается уже достаточно большое количество лет, 45 лет с момента активизации дипломатических отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Поэтому этот вопрос будет сохраняться как статус-кво. Тут другие моменты, которые будут касаться конкурентных вопросов торгово-экономического взаимодействия. Ситуация с справедливым видением логистических путей. Ну, в первую очередь, это Южно-Китайское море, в котором Китай себя ведет достаточно агрессивно и достаточно неадекватно по отношению ко всем интересантам и участникам, которые находятся в акватории Южно-Китайского моря. Мало того, что есть конфликты с Индонезией, и, соответственно, там же интересы имеют и Вьетнам, имеют Япония, Южная Корея, Соединенные Штаты, потому что это самый крупный логистический путь в мире, который составляет в общей сложности в год 1 триллион долларов товарного движения. То есть это очень серьезные вещи. Естественно, будет на это смотреться, будет смотреться на ситуацию о дотациях китайского и субвенциях китайского правительства на товары зеленой энергетики и другие товары. Вот это все будет учитываться в моментах торговых полугодий. То есть в случае обострения отношений, естественно, мы озвучили, по каким параметрам могут быть, не дай бог, какие-то военные противостояния. Это только объявление Тайванем независимости. Но против этого против и демократическая партия, и республиканская партия. Для них главное составление, чтобы состояние было статус ОКО, который есть на сегодняшний день. Один Китай, две системы, которые задекларированы во всех международно-правовых и двухсторонних документах между Китаем и США. По торгово-экономическим войнам я уже об этом говорил. Трамп, если не сможет договориться путем бизнес-видения и бизнес-подхода, какими-то сделками, то, соответственно, и тут еще играет роль позиция Китая по Ближнему Востоку, потому что Трамп не будет пускать Китай полностью ассимилировать Ближний Восток. Это его интерес. И здесь он будет очень серьезно бороться. То, естественно, могут быть жесткие меры. Это пошлины раз. Второе – это перенос производства. А перенос производства – это лишение десятков тысяч рабочих мест, поступление в бюджет и так далее, и так далее, и так далее. Для Китая это катастрофические могут иметь последствия. Да, будут развиваться, соответственно, другие инфраструктурные проекты в других государствах региона, о которых мы говорили. Та же Индия ждет, не дождется переноса этих производств и других взаимодействий. Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия. То есть страны региона, которые тоже могут выполнять ту же функцию, которую выполнял в свое время Китай. Что ж, спасибо, Евгений. Немного осталось до инаугурации Трампа, чуть меньше двух месяцев. И как раз будет уже ясно, какую политику он займет открыто в отношении Китая. Обязательно с вами на эту тему еще не раз поговорим. Спасибо, Евгений Добряк. Народный депутат Украины шестого созыва и эксперт-международник был гостем этой части эфира. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.